Все эти ребята курсанты центра патриотического направления аквариум. В этом году организации исполняется 10 лет. К юбилею подходят с серьезными результатами. Сотни мальчишек и девчонок прошли эту школу. Многие пополнили ряды вооруженных сил Российской Федерации МЧС и других ведомств. А пока детишки здесь скачут, бегают, учатся разбирать и собирать автомат, участвуют в соревнованиях, выезжают на полевые сборы, прыгают с парашютом. Инструкторы все люди военные. Многие из них прошли горячие точки. Сейчас помещение для тренировок ребятам предоставили представители МЧС округа. Занимаются здесь и взрослые, и совсем маленькие курсанты. Меня сюда привел папа, и когда я первый раз сюда пришел, мне очень понравилось. Разборка-сборка, вязание узлов, рукопашный бой. Взрослые ребята помогают новичкам. Никакой дедовщины. Старшие ребята, которые уже, как командир отделения и так далее, помогают младшим ребятам изучать различные навыки, которые мы прошли ранее. То есть обучаем каким-то различным приемам, рукопашного боя. Также учим правильно разбирать оружие, передвигаться во время тактического ведения боя и так далее. То есть мы учим, помогаем инструкторам обучать детей. Егор Хохлов, внук Николая Хохлова, основателя ВПК «Воин». Николая Юрьевича не стало несколько лет назад. Внук идет по его стезе. В свои 16 лет знает, кем хочет стать. Мне это нравится. Я родился в семье офицеров. У меня все дедушки, даже бабушки тоже у меня были офицерами. Поэтому я тоже решил уйти в путь. Сегодня на занятии к ребятам приехал волонтер Алексей Уваров. Алексей сначала СВО. Возит гуманитарную помощь бойцам на передовую. Приехал Алексей не с пустыми руками. Привез подарок. Уважаемые ребята, то, чем вы занимаетесь, это очень большое, хорошее дело. Это пригодится вам и в дальнейшем. Ваши инструктора до вас доводят все самое нужное, что поможет в наше нелегкое время выжить, принимать правильные решения. От организации с единым сердцем, это вот наши девочки, которые шьют, они сегодня не смогли, к сожалению, приехать, хотели тоже с вами пообщаться, познакомиться. Но вот от их имени и от своего передаем эти тактические носилки вам, чтобы вы еще дальше постигали азы военной, медицинской и прочей науки. Вместе с Алексеем здесь и его сын. Алексей прошел войну на Кавказе и показывает, как разбирать и собирать автомат. Похоже, у ЦПН «Аквариум» будет пополнение. Да, здесь преподаются военно-спортивные дисциплины с ключевым словом «военные». Тем не менее, понятно, что далеко не все из курсантов выберут для себя службу в силовых структурах. Для них это прежде всего физическое развитие, формирование ответственного отношения к истории, родине, окружающим и прежде всего самим себе. Хотя клуб и отмечают в этом году 10 лет со дня создания, по факту его основателя занимаются с детьми уже около 20 лет. Сейчас в это тяжелое время еще больше понимаем, что с детьми надо заниматься и патриотикой, и физическим развитием. Что мы и продолжаем делать в памяти о наших товарищах из времени ушедших. Это Евгений Николаевич Балийский, Юрий Валерьевич Мусатов, Скрябин Александр Владимирович, Куксов Михаил Алексеевич, Андрей. Жалко, что ребята слишком рано ушли. Их помощь не помешала бы. Ну и самая главная тема тяжелая – это материально-техническая помощь, от которой мы не отказались. Потому что и снаряжение нужно, и тоже питание. Мы справляемся потихонечку, но это наше будущее. Мы должны этим заниматься. Денис Нитков, Новости Искровект.